Мир вам, братья и сестры! Я хочу прочитать место, которое записано. Псалом 147, первых три стиха. Хвали Иерусалим Господа, хвались и Он Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя. Псалом 147, с первого по четвертой стихи. Вот желание моего сердца сегодня порассуждать немножко об этих словах. Здесь первый стих говорит, хвали Иерусалим Господа, «Хвались и Он Бога твоего». Ну вообще, когда слушаешь песни народа израильского, я не знаю, но они как-то зажигают мое сердце. И вот сколько вот в нашей церкви таких песен от израильского народа пришло к нам. Мы хором поем, и общим пением некоторые поем, но которые действительно вдохновляют. Израильский народ любил славить Бога. И сейчас вот посмотришь, когда смотришь немножко об Израиле, то, что происходит там, как они поют, мессианские евреи и прочие, ну живо поют. И даже вот дед вот с такой бородой, и он поет, видно вот эта вот жизнь в его душе. Он любит петь. И народ израильский прославлял Бога. Давид установил вот пение в Иерусалиме, в храме. Вы помните, как это происходило? Он поставил тех людей, которые были ответственные, они прославляли. И люди, когда приходили в храм, они слышали вот это пение. Я думаю, что это пение, я думаю, что оно очень было хорошее пение, благословенное пение. И по сегодняшний день вот эти псалмы, которые пелись в храмы, записаны вот в псалмах. Один из таких псалмов, который всегда пелся, это псалом 135. Там, я думаю, что вы слышали его и знаете, здесь поется, так пелась эта песня. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Начиналась вот эта песня. Славьте Бога, богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, господствующего, ибо вовек милость Его, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. И вот это вот, когда они восходили по ступеням, то вот этот стих пелся, воспевался. И знаете, воспевалось то, что Бог совершил для них, как Он привел их в обитованную страну, как Он развинул реку Иордан, ибо вовек милость Его, как Он дал победу над царями, которые жили там за рекою, ибо вовек милость Его, как их вывел из рабства египетского, ибо вовек милость Его, как потопил войско фараона, вовек милость Его. Вот песня прославляется. А на этой неделе читал книгу пророка Иеремия, то он написан, «Жив Господь, теперь не будет вот говориться так, как когда-то вы теперь говорили, вывел из земли египетской». Знаете, за беззаконие Он поселил их в плен в Ассирию, в Вавилон. Говорит, уже вовек будет милость вот эта, когда Он будет выводить из страны Северной. У них были свои уже другие песни, и как они радовались, когда выходили из плена, читая же также псалмов. Они радовались, как бы было это во сне, когда Бог освободил их от плена. Сегодня Церковь Божия, мы живем, находимся в церкви, и в церкви должны тоже прославляться псалмами нашими имя того, который искупил нас, который отдал жизнь свою для нас. Братья и сестры, мы должны прославлять. Знаете, вот дети, пой Господу вся земля, о спасении Его возвещай. Вели Господь. Вот они в этой песне прославили Господа. Дети, они прославили Господа. В нашей церкви тоже должен прославляться Господь. Итак, второй стих написано, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих. Он укрепляет вереи ворот твоих. Братья и сестры, вереи, я думаю, что это слово такое, что часто неизвестно даже и таким, как нашему возрасту, потому что мы привыкли к другому языку. Это еще пушкинский язык, вереи, это то, на чем держались ворота, братья и сестры. Вот эти вот огромные, ну, как бы, брусы вложены, как бы зацементированы были там, и на них держались ворота, и не только ворота, но и запоры, которые закрывали двери. Вот это назывались вереи. Он укрепляет вереи ворот твоих. Братья и сестры, вот тогда вот ворота не обходили, необходимо, необходимы были ворота в этом городе, да не только в Иерусалиме, братья и сестры. Там было, ну, больше, чем 12 ворот, и каждые ворота куда-то вели. И вот написано, что Бог укрепляет вереи ворот твоих. То есть Бог стоит на охране, на защите народа, города Иерусалима. Вы знаете, Бог охранял действительно эти ворота. Братья и сестры, когда ворота враг забирал, то прекращалось всякое сопротивление. Город, считай, что был взят. Через эти ворота заходят врага и убивают всех. Поэтому здесь говорится, что Он укрепляет вереи ворот твоих, братья и сестры. Мы живем в нашем городе. Сегодня в нашем городе нет вот ворот, как когда-то были, и стен вокруг Иерусалима. И не только одна стена, а три стены, которые, ну, ограждали этот город. Или как Иерихон, какой высочайшие стены были. Кто бы мог подумать, и никто не верил, что израильтяне могут забрать этот город. Ну, потому что невозможно войти в этот город. Огромные стены, которые так вот не пробьешь никакими брусьями, ни молотами. Невозможно. И попробуй подойди, на тебя сверху посыпется. А, знаете, а когда Бог на твоей стороне, Бог делает чудеса. Стены сами упали, братья и сестры. Можем ли представить, стены сами упали, когда человек повинуется ему. Вскричали все, и стены упали. Вот для израильского народа вереи ворот, братья и сестры, Он охранял ворота, Он охранял город. И, знаете, стражи там еще бодрствуют. Но Бог более бодрствует. Сколько раз Он охранял, оберегал народ свой. Благословляет сынов твоих среди тебя. Благословляет сынов своих тебя среди тебя. Я еще хотел одну мысль о нашем городе, в котором мы живем. Здесь сегодня нет ворот, но мы живем в этом городе. И написано, чтобы мы молились о благосостоянии города, в котором мы живем. чтобы кому было хорошо. И нам, конечно, и городу, когда мы молимся, Бог хранит его, братья и сестры. Он будет оберегать наш город от злых и от всего недоброго. Поэтому и мы должны молиться не только о городе, о начальствующих, о правителях, так пишет апостол Павел Тимофею. И дальше вот мы читаем, братья и сестры, Он благословляет сынов Твоих. А сколько вот в Библии написано, вот действительно, сыны Божии, которые любили Бога, которые исполняли заповеди Его, сколько они принесли благословений для народа своего. Я не хочу перечислять всех их, но просто хочу сказать, в Иерусалиме был один человек, написано, Стефан, который исполненный, был силы и исполнен Духа Святого. Молодой человек, и через его служение Бог особо действовал, братья и сестры, в Первой Церкви. И написано, что когда противостали против Него многие со всех стран, такие люди, как Абксавл, который был образован, и он знал, что нужно говорить, знал закон, но когда он встретился с Духом Стефана, и никто не мог противостоять ему. Его сила, братья и сестры, он совершал дьякон, простой человек, но чудеса и знамения, это было особым благословением среди народа своего. Сегодня вот такие вот сосуды во многих странах, не только среди Первой Церкви, не только среди израильского народа, на эти простые верующие, которые уповали на Бога. Я на этой неделе просто слушал рассказ такой, об одной семье, в которой отец и мать умерли от голода, детей расформировали по интернатам, и вот один мальчик остался, и они что-то ему говорили, но не все запомнилось, он был мальчик, и потом попал к верующей старушке, которая наставляла его, вырос, потом началась война, а он никак не мог найти и приблизиться к Богу. Он знал, что есть Бог, но сомневался, и когда во время войны он стал офицером артиллерии, и был там голод, там был голод и для солдат, не только для русских, для немцев, которые были в окружении, и помните из истории, 6-я армия немецкая, которая была в окружении, обречена на голод, и когда самолеты бросали немецкие продукты, то, говорит, зенитные остановки молчали, пока они не отбросают груз, вот эту еду, и потом немцы и русские идут собирать еду, и, как, говорит, ни странно, никто не стрелял, и, говорит, такое вот было понимание друг друга, разговаривали, как могли, как друзья, и когда, говорит, только уходили назад, тогда приходилось опять, потому что все зависят от начальства, и, говорит, когда вот закончилось, попал, проводили вот эти колонны пленных, и колонна проходила, и, говорит, в даде шли трое немцев, один сильно был обморожен, его несли на руках, и те, которые, конвоиры, уже устали от них, и подошли к ним, говорит, расстреляйте этого человека, у нас, говорит, нет патронов, и его оставили, и ушли, и вот этот верующий, как сын, который когда-то знал Бога, но, говорит, давай ты это сделай, он, говорит, нет, не буду, и все в его отделении, все отказались, уже насмотрелись этих войн, убийств, не хотелось никому этим делать, и, говорит, только один согласился, который только пришел к ним, ему дали пистолет, говорит, ты должен застрелить его, и когда он узнал о своей судьбе, он склонил колени немец и начал молиться, и все вот русские эти солдаты смотрели, как он молится, он говорил что-то на незнакомом языке минуты три, четыре или пять молился Богу, и потом, когда он помолился, закончил молитву, поднял руку, говорит, то есть дал понять, теперь можете стрелять, и вот этот человек зарядил свой пистолет, и подошел, поставил к виску его, на курок нажал, нету выстрела, да что такое, посмотрел, бросил патрон, наверное, старый, второй, раз, осечка, второй, он выкинул второй патрон, третий патрон, опять осечка, и вот этот теперь верующий, как бы сказать, который искал Бога, говорит, хватит, дал приказание, они взяли его, натерли, потому что он был обмороженный, напоили его и положили у печи, и когда он молился, и когда это случилось, и все солдаты молчали, молчали, потому что видели, что сила молитвы, здесь над этим молодым человеком присутствовал Бог, у него были другие планы над этим молодым человеком, хотя он был и немец, может быть, и неприятно было, но они увидели, что здесь рука Бога, как была теперь рука над этим русским молодым человеком, который тоже искал Бога, который уберегал его, он хранит сынов твоих, братья и сестры, и знаете, прошла, как закончилась война, он искать начал этого человека, ему ответили, да, был такой, Карл, да, он прошел через плен, через лагеря, вернулся домой, Бог был с ним, и он свидетельствовал о Боге, и ему ответили, он умер в 86-м году, рука Божия была над ним, чтобы свидетельствовать, что жив Господь, он нелицеприятен, во всяком народе боящие его, приятный ему, он благословляет детей своих, благословляет наших детей, которые ходят в страхе Божьем, у него много благословений, для кого? Для боящихся его, братья и сестры, он благословляет сынов своих, слава ему за это, братья и сестры, утверждает в пределах твоих мир, утверждает в пределах твоих мир, знаете, когда началась война, ну, уходили наши русские солдаты на фронт, два-три месяца мы победим, так они говорили, а потом, когда начались поражения, одно за другим, одно за другим, и вот только вот первая победа над Москвой, возле Москвы, и знаете, опять поражение после этого, опять, и пять лет войны, пять лет войны, как люди устали от войны, от этого горя, которое принесла война, знаете, Бог стоит за этим, когда проливается человеческая кровь, знаете, а кровь проливается, Бог взыскивает за кровь, и поэтому посылает войны, и на нашу страну, когда мы жили там, именно это было Божье наказание над этой страной, за то, что они отвергли его, Бог забирал мир в стране, не было мира, и народ стенал, потому что отвергли Бога, повернулись к этой власти, которая была против Бога, и шли за ними, Бог наказал их, утверждает в пределах твоих мир, мир, как хорошо, когда мир, братья и сестры, когда мир в стране, люди радуются, когда окончилась война, люди плакали, плакали, обнимали, пели, знаете, и молились, и слава Богу говорили, плакали, мир, как это хорошо, мир, как хорошо в стране, как хорошо, когда мир в нашем городе, братья и сестры, а как хорошо, когда мир в церкви, братья и сестры, мы пережили когда-то, прошли через все трудности, и как люди уставали, знаете, от всякой перепалки, и прочее, люди уставали, им не хотелось этого, им хотелось мира, и поэтому сегодня мы особо должны благодарить, что Бог дает мир, проводит через все, чтобы мы дорожили миром, братья и сестры, чтобы могли вмещать друг друга, вмещать друг друга, утверждает в пределах твоих мир, братья и сестры, как важен мир, молиться об этом, чтобы Бог хранил нашу церковь, нашу страну, чтобы еще был мир, мы должны благодарны Богу за этот мир, дальше говорится, туком пшеницы насыщает тебя, посмотрите на эти картины, пшеница, она как радует дух мой, Господь часто сравнивал в своих притчах вот с полем пшеницы, Он призывал, чтобы, вот посмотрев на это, когда проходили, Он что-то им, какую-то жемчужину давал, молите, Господи, на жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою, чтобы вот эта пшеничка, она была собрана, знаете, когда я жил там у себя, мы часто проходили на озеро, когда мальчишками, вот поля пшенички были, мы проходили, как-то радовало глаз твой, вот эта пшеничка, и мы срывали колосья, и как ученики, вот так терли, и потом вот эти семечки клали в рот, знаете, все это как-то, ну, приятно было вспоминать детство, когда читаешь притчу Иисуса, вот о пшенице, о плевелах, оно так знакомо, так дорого тебе, знаете, пшеница, это символ благополучия, тукам пшеницы, в Иудее, было особое вот это благословение, много было пшеницы, много было пшеницы, помните, да, Вифлеем, сколько там было этих пшеничных полей, когда пришла, помните, Русь на имению, во время вот жатвы, ичменя, пшеницы, знаете, Израиль торговал пшеницей, он обменивал пшеницу на всякие другие товары, которые к ним привозили, это была особая пшеница, и люди желали этой пшеницы, они меняли, Соломон отсылал эту пшеницу, это благословение, пшеница есть, хлеб есть, нету голода, братья и сестры, и поэтому иногда народ посылал, Бог посылал на народ свой голод, а почему голод, братья и сестры, народ уходил от Господа, помните, да, такие моменты, когда был голод во времена Авраама, и Аврааму пришлось, вот куда ему Бог сказал, в этой стране ходить, он пошел в Египет, там у него были проблемы, знаете, в Египте, во времена был голод Авраама, во времена Иосифа был такой голод, который, ну, все страны потряс, люди, возможно, умирали, и вот, когда были вот эти урожаи за семь лет, из одного зернышка горсть пшеницы приносила, вот там вот, я не знаю, на одном стебле сколько было вот этих колосков, и поэтому, а потом наступил голод, знаете, и люди потом приходили к Иосифу, со всех стран приходили за этим хлебушком, и поэтому, и во времена Гедеона был голод, потому что враги приходили, уничтожали все, братья и сестры, и когда Авемелех с Наименей ушли из своей страны, был там голод, потому что делали то, что казалось им справедливо, не поступали по законам Божьим, они начали служить другим богам, и вот Бог что сделал, братья и сестры, что Он сделал? А Он закрыл сокровищницу неба, закрыл на ключ, или помните такой момент, Илья, Он сказал, «По моему слову, не будет дождя». Сколько лет, дети? Громче! Три с половиной года, правильно, молодцы! Три с половиной года, по слову Ильи, было закрыто небо. Смотрите, братья и сестры, как вот Моисей пишет во второзаконии, вот это, что это за сокровищница такая? Смотрите, «И откроет Тебе Господь», я извиняюсь, второзаконие 28 глава, 12 стих, второзаконие 28, 12, «Откроет Тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтобы оно давало дождь земле Твоей во время Своё, и чтобы благословлять все дела рук Твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Это когда сокровищница открыта, все благословения над Израилем. А другое, если ты оставишь, смотрите, в этой же главе 24 стих, тогда что Бог делает, когда Он закрывает сокровщницу, «Вместо дождя Господь даст земле Твоей пыль и прах с неба. Будет падать, падать на Тебя, доколе не будешь истреблён». Смотрите, не будет дождя, будет пыль, всё живое будет умирать, братья и сёстры. Вот эта неделя у нас такая, вроде дождя не было, сухая, но когда утром выходишь, столько обильной росы, я как-то прошёл по траве утром, и, знаете, ноги аж мокрые, почувствовал. Знаете, когда нет дождя, но роса есть, это особое благословение, роса есть. Поэтому, слава Богу за то, что Господь туком пшеницы насыщает нас, братья и сёстры. И хотелось ещё сказать, я буду уже заканчивать, подходить к концу. Знаете, Иисус когда-то, когда говорил в своём служении, Он говорил такие слова, Иоанна, 6 глава, 32 стихом, Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, хлеб с неба, а Отец мой даёт вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру. 34 стих. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же кормил, насыщал их, они набирали 12 коробов, там, знаете, ещё в другой раз, им всегда это нравилось, Господи, всегда давай, ничто нам не надо, мы будем ходить за тобой. А знаете, а то, что здесь сказано, вот, 35 стихом, что я есть хлеб жизни. Знаете, они отвергли этот хлеб жизни. Им вот этот хлеб давай всегда, но отвергли, он говорит, я есть хлеб жизни, братья и сёстры, кто будет питаться этим хлебом, тот никогда не будет жаждать, алкать, кто будет пить воду живую, тот не будет жаждать никогда. А они отвергли Господа Иисуса Христа, а Он является хлебом жизни. Это самое важное в нашей жизни, Иисус. Братья и сёстры, Он шёл с небес. Если мы будем питаться им, жить им, знаете, Слово Божие, это тоже хлеб, оно сравнено с хлебом, братья и сёстры, как важно питаться этим хлебом. И когда мы напитаем свою душу, будем хранить вот этот хлеб в нашем сердце, он будет давать нам жизнь, он будет давать нам силы побеждать искушение. Ничто другое не поможет, ни пение, ни что-то ещё, какие-то мероприятия, что мы делаем, только Слово, которое мы сохраним в жизни, оно даёт жизнь. И следует Писание, выдумайте иметь через них жизнь вечную. Туком пшеницы насыщает тебя. Сегодня мы получаем вот это насыщение из Слова, которое говорил Иисус. Он является хлебом жизни. И да поможет нам Господь в нашей жизни, братья и сёстры. Вот то, что мы прочитали, вот эти стихи, первое, могли славить Господа, что Он благ, и вовек Его милость к нам. Сколько мы благословений получили в этом году. Это благословение, славьте Господа, вовек милость Его. Он благословляет сынов, не только сынов, но и нас, братья и сёстры. Сколько мы получали этих благословений. За мир, который Он посылает, братья и сёстры, написано, утверждает в пределах твоих мир. За мир, который мы имеем ещё. Не всегда будет так, братья и сёстры. Благодарите за мир. За мир в церкви, за мир к нашей стране, за мир в вашей семье, то, что Бог даёт вам и насыщает туком пшеницы хлебом. Поблагодарим Господа за то, что Он является хлебом. Мы можем насыщаться. Мы можем, ну, благодарить Бога за это чудное слово, братья и сёстры, как важно его всегда с собой иметь. В кармане, там, где вы в своей комнате, в машине, питаться этим хлебом. Я из хлеб жизни. И Иисус говорит, я из хлеб, братья и сёстры. И вот нужно питаться этим хлебом. И в заключение, то, что я сказал, перечислить. За это мы можем поблагодарить Господа, славить Его, что Он благ, за то, что Он благословляет нас, наших сынов, за то, что Он даёт мир и за то, что Он насыщает туком пшеницы хлебом. Помолимся и поблагодарим Его. Аминь.